Ха-ха-ха-ха. Ну, слушайте. Ну, может, врач набедокурил? И ты сделать с этим ничего не можешь! Ё-моё. Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОП. Меня зовут Дима. И вышла новая анимация от Найца, которую мы прямо сейчас пойдём смотреть. Так что перед началом, если ты не подписан, обязательно подпишись на мой канал. Забегай в мой Телеграм, там новости, когда следующая реакция, летсплей, стрим и многое-многое другое. И погнали скорее смотреть. Извините, а вы не Райан Гошлинг? Нет. Нет. А вы? А я? Да. А можно селфи? Да заткни ты свою пасть. Я не слышу выступления. Боже. Ха-ха-ха. Хорошее начало. Вы, наверное, привыкли, что я рассказываю истории, которые происходили достаточно давно. Да, но сейчас... Сейчас я расскажу историю, которую я прожил намеренно, специально ради вас. Да дам я тебе твои 50 рублей, ну что ты делаешь? Но мы это уже проходили, Саня. Началось всё с того, что как-то раз я вдуплял монитор, думая о том, какую бы эксклюзивную хрень мне вытворить. Но так, чтобы на такое никто в здравом уме не пошёл бы. И глядя на мои шикарные обои на рабочем столе, меня осенило. Я хочу клакать. Я же вас правильно понял? По-моему, этим занимается каждый блогер. Типа, старается вычтить такую фигню, которую от него не ожидать. Хотите удалить 4 зуба мудрости, чтобы сделать из них потом... Ну вот это вот всё, что вы мне рассказывали полчаса, а я типа делал вид, что слушал. Правильно? Да. Ну мне как бы это... Как-то... Ну как-то профессионально выразиться-то... Ну типа, пофигу... Короче, деньги-то у тебя есть? Да. Ну тогда похуй. Мне надо было вырвать 4 зуба мудрости в течение года, чтобы сделать из них... Что? Подожди. Жерелье узнаешь, если выживешь. А если вы не знаете, что такое зубы мудрости, то вот вам грустная картинка. Да, это ещё та фигня. Она, кстати, периодически начинает болеть. Живёшь себе, всё нормально, просыпаешься с утра, а у тебя вот такая щека. И ты сделать с этим ничего не можешь, потому что... Ну только идти операцию делать, понимаете? Вот и всё. Кому-то везёт больше, кому-то везёт меньше. У кого-то они как бы вылезают, и беспроблемно. Но у меня это не про меня. Не, ну ты прикинь. Да я тебе говорю, бросай ты её нахер, ты достоин большего, чел. Спасибо за тёплые слова, ты настоящий дру... Эм, всё? Картинка уже... Давай, пили, пили! Я выбрал первую попавшуюся дорогущую поликлинику в надежде, что от этого зависит успех операции. Но даже на моменте осмотра снимков рентгена я понял, что не так всё просто. Потому что на лице врача читалось некое удивление. Ну и добавочно он меня раза три спросил, точно ли я этого хочу. Плюс он обильно рассказывал приколы про то, что зубы настолько глубоко и горизонтально находятся, что есть вероятность зацепить какой-то нерф и остаться с парализованным лицом. Ну если это случится, ты скажи мне, но я тебя успокою. На всё это потребуется всего лишь 30 минут. Let's go! Три часа спустя после четырёх... Ненавижу, ненавижу стоматологию, ненавижу, ненавижу, ненавижу. Неважно, что там буду делать, вырывать зубы там, фотографировать твои зубы, что хочешь. Запах. Только от одного запаха, когда ты заходишь в стоматологическую клинику, становится плохо. Не говоря о том, что вот этот звук, это жужжание... Вот все вы его знаете, да, когда включается этот аппарат. Уколов анестезии, которые уже перестали помогать. Потный врач, который раз десять повторил, что это самая тяжёлая операция в моей жизни. Наконец-таки вытащил этот грёбаный первый зуб. А я уже был похож на человека, который никогда в жизни... Больше и не стал удалять зубы ради прикола. Это мальчик. Я тебя плакал, как баба. Дайте мне мой зубик, пожалуйста. И всё бы ничего, но с учётом того, сколько денег я за это отдал, они бы могли предупредить, что я уходил весь в крови. Ну ладно, хотя бы об этом мне сообщила женщина на улице. И очень интересным способом. О боже, кто вас так? Мне вызвать полицию? Может быть, скорую? Она реально достала телефон и начала там набирать какой-то номер. А меня мутит, крутит, в глазах чернеет, плюс четыре укола анестезии. И я кое-как показываю пантомиму удаления зуба в надежде, что до неё дойдёт. До меня дошло, но не то. А это слон, это слон. Змея? Слон-змея. Это мама с папой вчера ночью. А, ты зуб удалил. Ну у тебя как бы, типа лол, лицо всё в крови. Типа лол, спасибо. Тут есть ваша карта? Нет. Ну естественно, они все мои. Я их из дома принёс. Саня, куда ты дел мои деньги? Смой выбор, я всё скажу. Так. Мне чуть не хватало, а сейчас... А, тихо, 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 тихо со своими рекламой. Кто-то мне писал в комментариях, что мне приснился страшный сон, что у Димы реклама. Я не против рекламы, если они мои, вы понимаете? А это чужие рекламы, что мне их рекламировать? Мы вырезаем. Поторопиться? Ладно. Так вот, хоть и операция прошла не то, чтобы гладко, но самое страшное началось потом. У меня болело всё. Я не ел 4 дня ничего, кроме воды и обезболивающих. Я ненавидел всех. Я жил с друзьями в одной квартире, и хоть они реально пытались меня как-то поддержать, но... Артём. Ты иди вон отсюда, чтобы тебя бы что-то не видел. У меня была куча времени обдумать моё состояние. Я уже реально пришёл к тому, что люди, которые пишут плохие комментарии, наверное, тоже нормальные типы. Просто у них в жизни всё не так сладко. Вдобавок ещё моя бессонница. Крыша едет. Я уже не верил, что я доживу до конца заживления. И меня осенило, что без еды-то я, ну типа, в прямом-то смысле, как бы сдохну. На остатки сил я запихнул в блендер все фрукты, что были в доме, к слову, они были не моими. И даже те, на которые у меня была страшная аллергия, я всё равно добавил. А поверх я добавил водички. И, боже мой, как же было больно это пить. Но это было единственное, что я хоть как-то мог есть. Я сидел и потихо исходил с ума. И каждый день я вспоминал слова врача. Две недели и будешь как огурец. Но через две недели у меня начались только осложнения. Я похудел на 10 килограмм за три недели. И часто слышал шутки от своих же друзей, что... Если захочешь похудеть перед летом, то просто удалишь ещё один зуб. Ну может, врач набедокурил? Бывали такие ситуации, когда врачи там занесли чего-то тебе туда. Или ещё что-то зашили не так. Что-то сделали не так. Но не может быть так долго плохо. У людей, когда на второй день плохо, они бегут в эту же клинику и говорят, вы что, офигели там. А чё он решил вырывать зубы для подписчиков? Чё он назвал это для подписчиков? Для себя же, небось, вырывал. Ха-ха. Да, хорошая шутка. А ты случайно в стендапе Хованского не участвуешь, нет? Ну ладно, в любом случае ты живёшь последний понедельник. Последний понедельник, да. И только через полтора месяца мучений я наконец-таки воскрес. Да ну блин. Закажите мне две пиццы, нет, 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 три пиццы, картошку, фрибургенцы, репашки, панировки, вафли, начинка, пактель, 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 пактель. Убегай! Что? Звук. Нет, нет, блин, их четыре. Не говори, что ты пошёл в ту же самую клинику. Понял, что дорого не значит, что ты уйдёшь, как будто ни в чём не бывало. И пошёл в самую дешёвую поликлинику. Ну слушайте, из крайности в крайность. Ахахахаха. Надо ходить к врачам, особенно к стоматологам, по рекомендации. Если у вас есть друзья, в принципе, они стопроцентно когда-то делали зубы, или их родители делали зубы, спросите у них. Они вам скажут, туда ходи, сюда не ходи. Но в который не было плохих отзывов, и чтобы врач был прям мега старый, и чтобы он точно не сказал, что это самая тяжелая операция в его жизни. Обычно это занимает минут 30, так что не переживай. От него эти слова успокаивали. Может, я реально тогда просто попал не в ту поликлинику. Но два часа спустя... Это мальчик, похожий на труп. Я-я, бэйби, спасибо, дед. Я чуть не сдох. Фак я. Все то же самое. Еще он тоже сказал, что это самая тяжелая операция в его жизни. Да за шо? Операция на третий зуб прошла точно так же, как и на второй. А процесс заживления был всегда один и тот же. Со осложнениями, загноениями и всем прочим. То есть я три раза переходил из состояния нормального человека до гремлина, скидывая строго по 10 килограмм и нажирая их же. В течение двух недель после обратно. И только последний верхний зуб меня реально напугал. Я, конечно, не хочу тебя напрягать, но мне кажется, что в этот раз без осложнений точно не обойдется. А до этого типа вообще было хорошо все, да? Я вам еще... Я вам говорил, да, что я не люблю стоматологию? Еще раз вам подчеркну этот момент. Вот это прикол. Ведь осложнения у меня были всегда, все три раза и до этого. И он это знал. Ладно, может, я должен был сам догадаться, в чем цинус его слов, исходя из того, что этот четвертый зуб вытаскивали три с половиной часа. Но сам врач мне ничего не объяснил. А мне это надо. Я тупой. Ты только придя домой после операции на последний зуб, я понял прикол. Что? Мне сказали, покупаешь пустой стаканчик и наливаешь сколько хочешь. Ого. А это сквозная дырочка изо рта в нос, леди и джентльмены. Серьезно? В смысле? А такое бывает? Почему не зашили? Но она вроде бы всегда у нас есть, да? Е-мое. Отчего осложнения были еще более жесткими. И в итоге я скинул аж 16 килограмм. Но не переживайте, я их потом подобрал. И боже, когда это все наконец-таки закончилось, я приступил ко второй части плана. Ради чего я, собственно, и страдал. Я очистил зубы перекисью водорода и собрал их часа за два в одно целое. Ибо не все зубы удалось вытащить невредимыми. После чего я нашел самого лучшего мастера по лепке фигурок в интернетах. Мы отговорили с ним нюансы и стоимость в 25 тысяч рублей. Я запаковал и отправил ему зубы. Он мастерски выполнил свою работу на все деньги. И то, что вышло в итоге, это полностью то, что я просил. Подожди. Ты вырвал зубы, чтобы их вставить в какую-то фигуру? Страдал, блин, бешеное количество времени. Ради чего? На его вопрос может сделать менее стрёмно? Я ответил. Ни в коем случае. Иначе как вы поймете, сколько страданий было вложено? И все ради чего. Чтобы спустя куча потраченного времени, денег и нервов, вы могли лицезреть это. Ооо, как же это прекрасно. Невероятно структурный, чёткий тип. Зачем? Зачем? Мне его жалко. С болью в глазах и с тростью в руке. И этот урод рядом, в котором мои реальные зубы. Я не понял, что он про крышу. Что ещё нужно в эти хмурые будни? И знаете что? Он ваш. Да, я для этого его и сделал. В честь юбилейного сотого выпуска. Он достанется одному из вас. И кто-то один будет страдать от его видов соло. Прямо сейчас, если вы зайдёте в мою группу ВКонтакте, то увидите этот пост. Где в коме... Всё, теперь мне срослось. Что значит для вас это делаю? Другой вопрос. А кому он нужен? Не, ну при всей любви к Найсу, как бы к его анимациям, историям и всему подобному. Я бы не хотел, чтобы у меня, например, тут на шкафу стояла статуэтка с его зубами. Если бы это была статуэтка со слепком его зубов. Без проблем, но с реальными. Оуу, май, гад, это же... Мм, это рандомный комментарий. Для самых лучших, самых крутых, самых невероятных подписчиков. Всё верно, это про тебя. Подписывайся в Телеграм и на игровой канал. Смотрите, надо оставить всего лишь один стикер из моего стикерпака под названием Найс и мистер квартирный крыс. И ровно через месяц я выберу рандомным образом одного победителя прямо на стриме. А чтобы вы не забыли, я дня за четыре напомню вам об этом в моём Телеграме. Слушай, я тут подумал. Держи, держи свои 50 рублей. Только, пожалуйста, убери эту штуку от моего лица. Это, конечно, хорошо, но теперь, когда я почувствовал власть... Мне нужно больше. А на этом всё, спасибо. Просто жесть. Вот это называется настоящая любовь к подписчикам. Чистите зубы с утра, вечером, днём. Чтобы просто не ходить в эту стоматологию больше никогда. Или если у вас есть много денег, возьмите их, пойдите туда и вставьте себе керамику. И забудьте о проблемах с зубами до конца жизни. Ну а также, если тебе понравилось смотреться на этот видосик, ставь лайк, подписывайся на мой канал, пиши свои комментарии, забегай в мой Инстаграм, Телеграм, а также на игровой канал. А с тобой был Дима, типа ТОП. Пока!